На этой новогодней елке в одном из торговых центров города необычное украшение. Вместо шаров и мишуры – фотографии детей. Все они – воспитанники детского дома. На обратной стороне своей фотокарточки ребята написали скромные пожелания Деду Морозу. В основном это игрушки, которые бы дети хотели получить на Новый год. Осуществить новогоднюю мечту и стать добрым волшебником может каждый рязанец, приняв участие в благотворительной акции «Подари детям праздник». Основная цель акции – все-таки построить такой мостик между ребенком и членом общества. Потому что одной из главных целей является как раз таки то, чтобы человек, который помог ребенку, мог поехать вместе с нами к детям на праздник и постоянно потом с ним общаться и помогать. Вот, например, девочка Лена, 8 лет девочке, она хочет куклу с соской. То есть ребенок – очень активная девочка. Она в детском доме не так давно, но уже за время общения, которое у нас было, мы поняли, что она очень активная, вообще не сидит на месте и очень любвеобильная, тянется к людям, обнимается. Очень веселая девочка. Лена получит заветную куклу. Для нее, а также еще для двоих детей, подарки сегодня покупал губернатор Олег Ковалев. Вот так. Миша хочет робот-трансформер. Девочка Лена. Здесь у нас соска. Вот у нас соска, да? Да. Можем предложить вот такую вот куклу к вам. А где же соска? А вот она. Соска, когда будете вынимать, она будет плакать. Понятно. Ну, еще с функцией, так скажем. Очень интересно будет. Красивая кукла. Пойдет? Хорошо. Эти игрушки отправятся в Костинскую школу-интернат. Но основная идея акции заключается даже не в покупке новогоднего подарка, а в решении проблемы сиротства. Возможно, кто-то, заглянув в глаза детей на фотографиях, захочет стать родителями. Возможно, кто-то, заглянув в глаза.